Здравствуйте! В прямом эфире программа «Городские подробности» и я ее ведущий Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии Марина Николаевна Сафонова, депутат Совета городского округа «Город Кумертау», руководитель добровольческого центра «Белая река». Марина Николаевна, здравствуйте! Добрый вечер! Все правильно сказал. О депутатской работе совсем немного и вот в самом начале поговорим и постараемся молодежной политике больше времени уделить во время нашего сегодняшнего эфира. Уважаемые телезрители, 22699 – это телефон нашего эфира. Если у вас будут вопросы по ходу нашей беседы к Марине Николаевне, пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к нашему диалогу. Депутаты встали в сентябре. Помню вас здесь в студии на телевизионных дебатах, которые проходили в нашей телекомпании. Вот представление о работе депутата и с чем столкнулись уже, получив голоса избирателей. Изменилось? Ну, в частности, да. Потому что, когда ты только баллотируешься, естественно, у тебя такие крылья, тебе хочется сделать очень многое, объять необъятное. Когда ты уже непосредственно встречаешься с людьми, с их проблемами и весь проходишь алгоритм, который положено, здесь уже понимаешь, что многие вопросы, они не входят в твою компетенцию. Здесь ты уже не бог, не царь, а уже должен действовать чисто по закону. Но, тем не менее, в каких-то вопросах даже, может быть, не оценила работу депутатскую тогда, когда баллотировалась. Потому что ты имеешь возможность сейчас встречаться с живыми людьми и уже не просто где-то со стороны слышать о их проблемах, а непосредственно у тебя есть возможность поговорить с этим человеком. И чаще всего проблему, ее, может быть, не решишь, но иногда для человека и слово оно тоже и лечит, и поддержит. И вот здесь, получается, больше ты можешь промотивировать человека. Я очень рада, что у меня у самой, я как бы такой большой имею жизненный опыт, я сама мама четверых детей, то есть у меня многодетная семья, у меня нет папы-олигарха, который, да, вот иногда говорят, ой, там легко говорить о проблемах, когда у вас в семье их нет. То есть у меня в семье один член инвалид первой группы, да, то есть вот все проблемы, с которыми приходят, в принципе, я их все пережила когда-то, и очень часто, ну, бывает, что я свой опыт рассказываю жизненный, и что проблема, которая мне казалась когда-то, она решалась, самое главное, не потерять веру в себя, и самое главное, стать не частью проблемы, а частью ее решения решать. Вот на основной работе общественной нагрузки ведь и так хватает, а депутатская работа – это, что не есть как раз-таки общественная нагрузка, за которую абсолютно не платят никаких денег, получается, еще больше общественной нагрузки стало. Какие вопросы, наверняка, локальные, да, вот люди обращаются к вам с просьбой помочь, может быть, идут на ваше имя все-таки, знают вас и по самоцветам, и по волонтерскому движению. Вот с каким вопросом обращаться, кому удалось помочь уже? Ну, вопросы очень разные, начиная от грязных подъездов и жалоб на соседей, и здесь как раз, ну, такая ситуация, что ты видишь выход в том только, что здесь нужно вам решать, вам, жителям этого подъезда и так далее. Ну, люди не всегда с этим соглашаются, им кажется, что это для них очень глобальный вопрос. А вот люди идут с болью, очень часто обращаются инвалиды. Ну, я не знаю, удобно ли это говорить, кому удалось помочь, но может быть их не так много, таких конкретных случаев, да, но, тем не менее, мой, может быть, такой уже самый приятный, такой, может быть, победа наша общая с этой семьей, это семья Тимофеевых, просто бабушка обратилась с тем, что ее внук мечтает поехать на кремлевскую елку, а из-за того, что он колясочник, инвалид-колясочник, ну, практически это невозможно, потому что, ну, вот как и что, вот их не берут никуда, вот. И так зацепило меня, вот, даже не столь, что это так необходимо, что вот люди просто веру потеряли в то, что Дима такой же, как мы, и все о нем думают и заботятся там, и мешают, может быть, ну, какие-то вот чисто жизненные ситуации. И я взяла, написала письмо патриарху Кириллу. Вот у меня принцип такой, постучись в сто дверей, одна и откроется. Вот думаю, ну, напишу, ну, не ответят, не ответят, тоже ведь ничего страшного не произойдет. И пришел ответ через две недели. Диме выделили путевку, билет на патриаршую елку, и мало того еще оплатили дорогу. Ну, вот, правда, вот это такой показательный был случай, что, ну, действительно, если мы делаем, мы добиваемся. Если сидеть, то ничего, наверное, не сможем ничем помочь. Вот такие мелкие, вроде бы, случаи, но они мотивируют нас. Ну, в данном случае в самое главное дверь ведь постучали. Ну, да, сразу начала с крупного такого, да. Ну, просто я верила в то, что здесь немножко душевный вопрос, кроме того, что он такой материальный какой-то, может быть, да, здесь еще и душевный. Вот поверила, и на самом деле это свершилось. Вот с семьей Тимофеевых вы знакомы, наверное, вот по проекту, который летом, в День семьи, любви и верности, да, проходит. Сколько уж лет? Три года подряд? Да, уже три года. Вот в этом году он будет четвертый раз проходить. Надеемся так, что будет. Начался он с социального проекта. Счастье каждого в счастье ближнего, да. И вот до сих пор он становится уже любимым, с летом семейным. Букет ромашек. Букет ромашек, да. Да, но в этом году этот проект будет действовать. Наверняка ведь семьи, которые были в прошлом году, позапрошлом году, вас спрашивают, будет ли повторение. Да. И я не вру, тем, что люди даже встречают на улице и говорят, а в этом году вы нас возьмете. Не всегда же даже узнаешь этих людей, ну, потому что у нас было прям рекордное такое количество. У нас было 100 семей вот в 2016 году. Но вот очень приятно, что люди ждут. Ну, в этом году будет немножко сложнее, пока те годы у нас был грант выигранный. Деньги были уже как бы на это предназначены. В этом году еще, ну, вот, хотим написать, Павел хочет, муж мой, написать проект, именно букет ромашек, да. Ну, если даже не найдем, думаем, что уже будем обращаться к людям, чтобы все-таки эту традицию не прекратить, чтобы слет состоялся. Предстоит еще работа в этом направлении. Да, предстоит, но он хорош, да, вот я считаю, что вся красота в нем – это то, что мы там не отделяем какие-то определенные категории семей, а у нас там все семьи. У нас там и семьи, попавшие в трудную ситуацию, вот с детьми-инвалидами, и неполные семьи, и многодетные семьи, может быть, обычные семьи, да. И там непонятно, кто для кого пример. Вот воспитывая ребенка-инвалида, если видит перед собой семья, имеющая здоровых детей, естественно, та семья для них сразу пример. И они тогда ощущают, насколько они счастливые, что им, вот, у них все в семье хорошо, да. И для той же семьи с ребенком, необычным ребенком, скажем, да, для них тоже это пример и показатель, что от них не отворачивается, их берут в свою команду, и они вот одной командой проживают целый день. Причем в этом году мы еще планируем, что вот у Павла идея буквально родилась вот сегодня, она еще, так скажем, с пыла жара, что на этом слете семьи, чтобы мини-проекты или такие проектные идеи наработали, пропустить вот эти идеи через конвейер проектов. То есть вот всех людей сделать, ну, такими участниками инвестиций в городе, притягивания инвестиций в город, опережающего развитие. По прошлому году могу сказать, что идеи, они и так есть, только, наверное, это было в форме, что нужно сделать в городе для более комфортной жизни. То есть в этот раз мы уже не будем говорить, что нужно сделать, а мы будем спрашивать, какой бы механизм нужно было бы сделать. Да, вы совершенно правы. Вот одно дело придумать, да, ну, можно, есть люди с фантазией, да, и можно это наговорить и нарисовать, а вот дальше-то второй шаг. Вот второй шаг и будут они предполагать уже какими-то методиками, и куда этот проект потом, может быть, отправить. Ну, естественно, с нашей помощью. 2.26.99 – это телефон нашего эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Марина Николаевна, ну, перейдем к молодежной политике. С удовольствием. Совсем недавно, на прошлой неделе, в пятницу, да, если я не ошибаюсь, прошел молодежный форум в городе. Какова была основная цель? Вот форум был городской, и такие форумы проходят, ну, наверное, ежегодно, а может быть, даже и несколько раз в год, мне так кажется, когда молодежь собирается, молодежь думает о том, в каком направлении двигать город, какие идеи нужны городу, и как вот идеи эти реализовываются. Вот такой вот форсайт, да, новомодное слово, которое, может быть, еще и не всем знакомо. Ну, вы сами ответили уже на вопрос, какая цель – это собрать молодежь, еще и еще раз поговорить, мотивировать их, заставить задуматься, ну, и в конце концов, вот выразить наше мнение взрослых, да, что, ну, вы как никогда сейчас можете делать большие дела в нашем городе. Вот призвать их к этому еще раз, повторяюсь, наверное, ну, вот, чтобы они задумались, чтобы у нас была цель, чтобы они вышли после форума, с площадок, с заключительной части, и у них возник вопрос, а дальше что, а куда пойти, а идеи какие, и где их можно реализовать. То есть, вот запустить некий такой механизм, толчок сделать, этот старт сделать, ну, дальше будем работать. Хорошо. С другой стороны зайду к этому вопросу. Некоторые ведь наверняка скептически относятся к тому, что, ну, вот, чего они там понапридумывали, и кто это будет воплощать в жизнь. Давайте мы вспомним, может быть, год так, 2008-2009, когда только-только такая вот идея в нашем городе появилась, когда начинали мы проектировать будущее. Что тогда молодежь предлагала, и достигли ли мы результата того? Вот, вы знаете, не зря говорят, что сегодняшние наши мысли – это чертежи завтрашней жизни. Очень интересный пример, он, вот, у меня всегда возникает, когда нам одна девочка дала проект строительства Ледового дворца. И тогда мы, вот, как раз, были скептиками взрослые, ну, и думаю, ну, девочка и Ледовый дворец, ну, это же так нереалистично. Город Кумертау и Ледовый дворец, да, причем, вот, и когда было принято решение строить в нашем городе Ледовый дворец, то мы вспомнили проект этой девочки. То есть вот она тогда, она верила в то, что в городе, в нашем небольшом городе, он может быть построен и готова была уже тогда эту тему продвигать. Ну, тематика, вот, я помню, что предлагали молодежь, молодежные клубы, может быть, даже кафе молодежные, и вот тоже попав в наш новый ресторан «Гранат», да, я тоже вспомнила про тот форсайт, о котором вот вы сейчас ведете речь. То есть вот нет-нет, а те идеи, которые были, они начинают воплощаться. Ну, уж не хочу сказать, что верю в какое-то предвидение, на самом деле, в какую-то такую энергетику, ну, просто, наверное, нам нужно больше доверять молодежи, что на самом деле они более решительные, более такие, ну, в хорошем смысле авантюристы, и вот за любые их идеи все-таки нужно о них задумываться. Я думаю, что тогда они нам показали это. В 2017 году на форуме молодежь о чем думала и что проектировала? Да, у нас на форуме работала площадка «Проектный конвейер». Ну, и вот как-то ожидаешь таких простеньких идей проектных, но в этот раз нас удивили студенты, и уклон больше у них был в проектах на научно-техническую деятельность. И для меня проект – это бросок в будущее, и когда передо мной садится молодой человек, который меня удивляет чем-то, то я сразу отмечаю, что да, вот это как раз проектная идея, потому что проект – бросок в будущее. Вот все, для меня это необычно, меня это удивляет, меня это зацепило. Вот молодой человек с авиационного колледжа предложил проект на экскурсии 3D, и буквально пройдя через конвейер проектный, там, нанизав всякий изюм, да, в свой проект, дошло до того, что вот эти экскурсии 3D, они будут для инвалидов, которые, ну, вот, ограничены в движении, да, и они могут вот посетить наш Кумертау во многих, во многих местах, да, и для, также для незрячих людей. То есть, если применить озвучивающие программы с тифлопереводом, то это становится вот уже и для незрячих людей доступно. Вот очень интересный проект. И второй проект я бы тоже отметила, потому что мы решали, какие проекты лучшие, какие направить потом на республиканский конкурс. И второй проект молодой человек предложил сделать в наших кафе, оборудовать кафе столами, где бы устройства были, беспроводная зарядка для телефонов. Ну, вроде так просто сначала, скучно начиналось, но когда дошло до того, что он предложил, что а если еще эти столы будет делать город Кумертау, вы представляете, этого же еще нигде нет, он полный, обсчитал все, сколько будет стоить. Стол, грубо говоря, 30 тысяч стоит. То они же ведь могут продавать эти столы, они же вот сейчас станут, практически вот пока еще нет конкурентов, монополистами. Но вот когда слышишь это, думаешь, ну ничего себе, да, вот мы... Предпринимательская жилка. Предпринимательская уже жилка, да, к сожалению, вот один человек не может пойти на две площадки. У нас работала прекрасная площадка «Ты предприниматель», и на этой площадке приехала с Министерства молодежной политики куратор этой программы. Вот его бы как бы и сюда, и туда, да. Но пока вот он проявил эту предпринимательскую жилку у нас, ну очень интересный, очень проекты интересные. Меня удивили. И проекты по... Очень радовали девочки. Ну вот как-то мальчики у нас научно-технические, а девочки, они больше доброта. Институт там третьего возраста, но не просто там обучить на компьютере, да, как это было раньше, это уже как бы нет здесь новизны, но тут целые школы для них и с изучением бальных танцев, и, ну, и так далее, и так далее. То есть, ну вот, очень радует, что молодежь не забыла и про людей вот уже пожилого возраста. Поэтому жизнь продолжается, жизнь прекрасна. Свообразно, еще и банк идей получается, да, такая площадка, которая как раз-таки пополняет идеи, да, было бы еще, наверное, здорово, если бы находились люди с деньгами, которые могли бы тут же эти идеи помогать реализовывать. А вы знаете, ведь деньги все равно тратятся. Вот я считаю, что деньги все равно идут, да, и у нас очень много благотворителей. Только другое дело, на что идут, да, и вот если бы мы могли хотя бы раз в год в нашем городе проводить конкурс социальных проектов молодежных, пусть с небольшими грантами, да, понятно, что очень тяжело, там, 200, 300, 500 тысяч, да, ну, пусть даже 50 тысяч, ну, молодые люди бы вот научились, набили руку бы и чувствовали вот эту ответственность. Это было бы здорово. Сейчас, наверное, будет правильным, если я скажу, что вот большая следующая площадка, где можно будет молодежи собраться и, ну, пофантазировать в какой-то степени, это будет лидерская смена «Белая река» в августе месяце. Да, совершенно верно. Уже начинаем подготовку, уже разрабатываем тематику смены, начинаем думать, как, что, потому что, ну, работа очень большая. Мы уже достаточно высоко подняли планку, у нас отдыхает или работает, я уж не знаю, как назвать на нашей смене. Работает, отдыхает. Да, у нас уже вся республика и, ну, на сегодня путевки уже большой популярностью пользуются, поэтому мы не имеем права опустить ниже нашу планочку, да, и уже сегодня начинаем об этом говорить, начинаем уже приглашать наших друзей, потому что август месяц тяжелый месяц для любых лекторов. Они приглашаются на все форумы всероссийские, но, тем не менее... Находят окно. Некоторые люди даже предпочитают приехать на наш форум, чем, ну, вот, поехать на российский, потому что там и так достаточно лекторов. Ну, так мы уже вот с ними разговаривали. Ну, какой-то все-таки есть, наверное, секретный механизм, как вы убеждаете людей все-таки обратить внимание именно на нашу площадку. Да, я говорю им, конечно, на Селигер вот когда-то, да, разговаривали, на Селигер вы все хотите приехать, там же крутая молодежь. А вот вы не думайте о том, что крутая молодежь есть в провинциальном городе, и до них никому дело, что ли, нет? Вот наши ребята должны верить в то, что они нужны, что их потенциал нужен стране. И вы знаете, вот таким образом три лектора приехали в город Коммертал, вот, по такому убеждению. Ну, на самом деле, надо просто действительно перед ними, может быть, задачу такую поставить и показать. Вообще, я скажу, что молодежь города Коммертал это особая молодежь. И вот на форуме побывали гости у нас из Москвы, и они отметили, и сейчас просто идет обсуждение такое очень активное в социальных сетях, что молодежь Коммертал это особая молодежь, и можно поставить особый знак качества такой, да. Это очень приятно, это дорогого стоит. Вот Наталья Салмина, директор Всероссийского волонтерского центра, она именно отмечает, что, ну, просто очень приятно с нашими людьми, у которых горят глаза, у которых светятся все. Вот очень приятно работать. Она у нас в город уже приезжает, ну, тоже в четвертый раз. Причем не за какие-то гонорары там или еще что-то. То есть она готова работать, и ей приятно, что она здесь запрашиваемая, нужная. Как сделать так, Мария Николаевна, чтобы вот этих горящих глаз стало еще больше? Как заинтересовать молодежь, которая, ну, может быть, нашу программу сейчас смотрит, может быть, посмотрит в интернете, но может быть, они слишком скромные, может быть, они слишком замкнутые, но, тем не менее, куда можно обратиться, как влиться в эту команду молодежи, которая вот строит будущее? Да, я вас понимаю, что вот даже если бы я себе задаю вопрос, вот я была бы молодой девушкой, и посмотрев передачу или там где-то услышав, вряд ли бы я пошла, да? Ну, здесь самый хороший механизм – это ребятам приводить своих друзей. Это рассказывать, рассказывать о каких-то мероприятиях, которые проходят, да, и потихонечку приводить. Вот одного парня буквально к нам на смену, ну, затянула на аркане сестра, и перед этим, подойдя ко мне, говорит, он не вылазит с интернета, он не соглашается на смену, только потому, что там не будет интернета, там не будет компьютеров, да, я говорю, вот твоя задача – все-таки его убедить, потом я тебе обещаю, что он у нас останется. Вот, и он поехал с нами на смену, и он до сих пор уже прошел год, он с нами, и более того, скажу, что родители уже продали его компьютер, ну, там, по личным причинам каким-то, конечно, ну, то есть это уже не было для него трагедией, какой бы она была, например, там, год назад. Здесь, конечно, должны быть сами ребята, потому что когда мы, взрослые, об этом говорим, ну, как-то это, наверное, ну, не так действует на молодых, потому что мы постоянно их куда-то зовем, что-то там, какие-то нотации, да, говорим, как-то так. А вот сами ребята, если они понимают, что у нас хорошо, то они должны вот притянуть. Ну, у нас есть два раза в год такая акция приведи друга, ну, приводят, кто-то приводит, кто-то не приводит. Ну, я скажу честно, не буду уж лукавить, да, что остаются все равно немногие, с первого раза ты все равно не можешь там угодить всем, да, и даже со смены одна из целей-то у нас пополнять наше общественное движение, да, ну, и смены, если из 50 человек, ну, остается человек 10. Остальные со временем остывают, ну, кто-то выбирает для себя, там, танцы, науку, спорт, да, и очень трудно совмещать там, может быть, на ключевые дела они приходят, да, но это тоже хорошо, кстати, вот мы сегодня работаем в волонтерском нашем центре немножко по-другому. Если раньше, ну, человек, который вступал в добровольческое движение, он как бы был обязан ходить на все мероприятия, на все акции, то сегодня отношение изменилось, вот, вернее, подход изменился к этому, ребята выбирают по душе мероприятие, на какую-то акцию, ну, не хочет он идти, ну, не вот не лежит она у него, ну, соответственно, он и не пойдет, и ничего страшного, и никто не будет брать у него объяснительную, да, почему-то не был. То есть у нас создается такая некая база, где указано увлечение человека, и уже непосредственно на то мероприятие, если оно совпадает с его увлечением, то мы уже его позовем. Ну, расширять только нужно направление этого центра, да, может быть, там должна быть и донорская работа, да, более взрослых, может быть, там должна и журналистская как-то работа, ну, пока вот я просто человек, который занимаюсь тем, что я умею делать, вот пока я не все умею делать, поэтому как-то вот, как по депутатству моему, работа с инвалидами, так же эта работа с инвалидами и в волонтерском центре очень сильно поставлена, да, и ребята уже у нас обученные, и они прекрасно и общаться умеют, и помогать инвалидам, ну, вот как-то так. Нужно, чтобы взрослые люди присоединялись еще к нашему волонтерскому центру, к нашему движению. Да, какие пожелания будут телезрителям? Ну, я бы хотела всем телезрителям пожелать быть в гуще событий сегодняшних, потому что на самом деле сегодня интереснейший период у нашего города. Я считаю, что город Кумертау сегодня самый перспективный город, но самое главное, вот найти свое место, чтобы ты был нужным, чтобы ты чувствовал, что ты можешь для города в этот момент в копилку города тоже что-то вложить. Вот это, наверное, очень значимо будет через даже много-много лет в будущем. Спасибо большое, Марина Николаевна, за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Уважаемые телезрители, сегодня у нас в студии была Марина Николаевна Сафонова, депутат Совета городского кумертау, руководитель добровольческого центра «Белая река». Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин